Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Ольга Жданович. Я являюсь партнером компании FFI. На сегодняшний день я сквалифицированный gold-партнер, то есть у меня есть определенный статус компании. Моя карьерная лестница идет вверх. И это всего лишь прошло 3 месяца, как я в компании. То есть у меня уже полпути, как я скоро платиной стану. Но я сегодня хотела не об этом с вами поговорить. Я хотела вам сказать о тех моментах жизни, которые были у меня до этого хорошего события, как я начала зарабатывать деньги. Выросла я в обычной семье, где были времена, что мы питались с жареной картошкой, с луком. Это до сих пор моя любимая пища. И родители были простые. Мама бухгалтер, папа обычный рабочий на заводе. И не было у нас излишества, роскоши. Обычная семья. Никогда мы никуда не путешествовали. Денег хватало на питание. И, ну, как говорится, чтобы человек существовал. Хочу сказать, признаться, что денег, конечно, не хватало. Хотелось большего. Но я на этом не зацикливалась. Мне растили так, что я больше на учебу, на учебу, на учебу. И был такой у меня момент в жизни, когда мне появилась возможность ездить, заработать денег. Я была студенткой. Мы поехали в Норвегию собирать клубнику. Тут поподробнее хотелось бы остановиться. Вот представьте, огромные плантации, большущие кусты. Вне зависимости, какая погода. Это холодно, минус, дождь, либо там мороз с утра. И мы уже должны были в 5 часов утра быть на плантации. Мы собирали клубнику. Там были не только наши братья-белорусы, но и поляки. Ну, естественно, сколько соберешь, столько и заработаешь. Болела спина. Без конца в резине, без конца в каких-то одежде. Но что меня спасло, это, естественно, мое отношение к жизни, позитив. Я думала, ну, ничего страшного. Сколько заработаю, столько заработаю, хоть клубники поем. Конечно, клубника была суперская. Время шло. 40 дней мы работали на этих плантациях. Было, конечно, тяжело эмоционально, потому что далеко от дома, далеко от близкого человека, любимого. И, естественно, никто ни тебя не слышит, ни видит, ни твоих слез, не понимает. Все люди разные, взрослые, молодые. Короче говоря, все было в подушке, никто этого не видел. Было тяжело морально. Даже больше, чем физически, было тяжело морально. Ну, ничего, я справилась, и через 40 дней моя зарплата, как сама поработала, так и получила 1000 евро. И мне это нужно было, да, приехать в Беларуси, в Норвегию, оформить визы. Это там за полгода делается, чтобы выйти на такой доход. Но все равно было приятно, потому что 1000 евро, это, ну, это у нас в Беларуси на то время люди по 5 месяцев работали. Что было потом? Потом я заняла, пошла здесь на институте училась и занялась косметическим бизнесом. Каталоги, бесконечные посылки, тягала, всех обслуживала, показывала. Даже если человек партнер, со мной приходилось ему продукцию принести, все это было тяжело. Но даже самое печальное было не в том, что я все это тягала и с этими сумками носилась, а печально было то, что зарплата, которую супруг зарабатывал, она уходила на питание, мы вдвоем с ним жили, у нас не было еще ребенка, на питание, заплатить за квартиру, в которой мы жили, и на мой бизнес. И кроме того, что я покупала бесконечные эти акции, распродажи, новинки, естественно, я вкладывала в свой бизнес. У меня гора косметики дома росла, но денег я от этого не получала. То есть это максимальный доход был в 100 долларов, но это было смешно, понимаете? Это было смешно, но я верила, что когда-то был такой момент, что я буду зарабатывать свою 1000 долларов в месяц, для меня это была запредельная цифра, и, наверное, только это двигало. Потом у нас родился ребенок, и когда у меня родился ребенок, я поняла, что я буду землю грызть, но мы не будем с супругом жить на 350 долларов в месяц втроем, с детем. И что я вообще могу ему дать, потому что реально денег хватало только на еду, чтобы не умереть с голоду. И произошло то событие, когда меня что-то свыше привело в компанию ФФА. И мой был вопрос главный к спонсору. Я через три месяца заработаю свою 1000 долларов. Конечно, сказала он. Конечно, Оль, попробуй, поработай, возьми, возьми и делай. Я начала работать, я сидела усердно. Да, были недоспанные ночи, я тогда еще ребенка кормила грудью, но мы все это пережили. Мы 1000 долларов заработали в течение 32 дня. 32 дня это 1060 долларов. И вот вы вспомните, да, мне пришлось в Норвегию ехать за 1000 евро. 40 дней пахать на плантации, сгнуть свою спину. А тут сразу пошли деньги. Один месяц, второй месяц, полтора месяца мы закрыли квалификацию в год. И представляете, я работала только в интернете, потому что сложно было мне, как девушке, пойти к мужчине, взрослому, к своему знакомому и сказать, что вот это, это не присадка, это катализатор к топливу горения, который твою машину сделает мощнее. Да, ты сэкономишь топливо на 20% в среднем, и твоя машина перестанет гадить в атмосферу. Мне было сложно это сказать, потому что, ну, не было авторитета, не было проще в интернете. Я общалась с людьми, я с ними просто по-человечески начинала, заводила беседу, разговор, и я продавала им бизнес. Я говорю, ребята, у меня есть такая возможность, заработать хорошие деньги. Продукт 100% супер, он работает, мы проверили. У меня супруг ездит, он не радуется, говорит, классно, столько вот машина другая, говорит, он, говорит, удовольствие получает, хотя до этого она ему не нравилась, как она ездит. Вот, и получается, что в интернете я просто делаю простые шаги, начинаю общаться с человеком, и ни слова не говоря о бизнесе, я ему даю ссылку на тест-драйв. Я говорю, тебе интересно заработать в первый же месяц 1000 долларов? Интересно. Я говорю, вот, пожалуйста. Но если у меня, у девушки получилось, то у тебя же есть и авторитет, и возраст, тебе не 24 года. У тебя есть знакомые, связи, золокового продукта нету. И я заметила, что в мой бизнес люди приходят, если с тёплого рынка, то приходят на продукт. А потом уже узнают о бизнесе, и, естественно, я им помогаю, они развиваются. Если же это холодный рынок, то люди приходят на бизнес, потому что сейчас нечто кругом, особенно странная СНГ. Ну, нет у нас возможности людям самореализоваться. Много тех, которые, ну, физически не могут, например, пойти на завод молотком, да, долбасить. И инвалиды зарабатывают, и мамаши с детьми, и студенты, и ребята по 16 лет. Понимаете, ну, вот кто угодно, просто именно те люди, у которых вот горит, у них желание, вот тут, а ну, хочу, мне надо выкарабкаться из нищеты, из своей ямы. У кого-то долги, у кого-то там работа, которая достала. Кстати, мой супруг увозился с работы, и мы вдвоём с ним в бизнесе. Это всего два месяца прошло, как я работала. У меня супруга говорит, ну, если мы зарабатываем такие деньги, говорит, смысл я хожу на 350 баксов, говорит, ты 350 баксов, говорит, можно как-то за день заработать. Говорит, смысл я буду ходить. Всё, у меня супруг с утра ходит на бассейн, бассейн, я вечером хожу в фитнес-центр, занимаюсь спортом и общаюсь с людьми, я строю свой бизнес, я строю свой бизнес. Субтитры делал DimaTorzok Который вы сразу можете получить результат. Субтитры делал DimaTorzok